Розданы награды лучшим спортсменам и тренерам 2012 года. В Большом зале Центра латышской культуры прошло традиционное мероприятие лауреат спорта. В этот раз церемонию награждения было решено провести в середине января. Собрались многие спортсмены. Лучшими были признаны наши олимпийцы Анастасия Григорьева и Дмитрий Юркевич, которые не смогли присутствовать на награждении, так как находились на сборах. Об их достижениях мы все прекрасно знаем. Настя заняла 9 место в Лондоне, Дмитрий стал 25-м. Год можно занести с активом, потому что много было впервые, много было по прошедшей нескольких лет повторений. Это, я считаю, выход наших двух долгопилских спортсменов в составе олимпийской сборной в Лондоне. Это впервые прошел праздник города, посвященный спорту. Успешные старты на Латвийской третьей олимпиаде. Успешные старты наших ветеранов. И помимо этого, каждый вид спорта себя зарекомендовал как на латвийском, так и на европейском международном поприще. Были и другие достижения у дауговпилских спортсменов. Чего стоит золото футбольного клуба Даугова в Латвийской высшей лиге? Такой результат наша команда показала впервые. Я очень рад за ребят, я очень рад за коллектив, которые добились от попрошедшей, ну, если считать, независимость Латвии. Но в призах, в хороших призах мы были, добирались только до второго места. И первое место никогда не было. И этот год, конечно же, это прекрасно, что они добились такого успеха. В номинации «Мотоспорт» награда досталась Константину Цалко, для которого 2012 год был, пожалуй, самым феерическим. Он стал чемпионом Европы среди радикалов в классе SR3, а также занял второе место на чемпионате мира по картингу. В этой номинации был отмечен и юный спидвист Анжей Лебедев. Для него прошлый год тоже был очень успешным, хотя сам спортсмен не очень доволен своими результатами. Не того ожидал, конечно, от себя. Но в многом не я был виновником всех этих неполадок моих, и не получилось попасть в те финалы, которые хотел. Но что-то получилось показать, конечно, в этом сезоне. С Кясосом серебро взяли, что радует. Но в польской лиге более-менее стабильнее начал ехать. Ну, конечно, будем стараться в этом году. Улучшить результат. Ну, насколько мне известно, ты решил принять счастье в чемпионате по греко-римской борьбе? Ну, да. Сейчас нет такой возможности у меня ездить на мотокроссе по состоянию здоровья. И поэтому решил где-то выплеснуть свой адреналин. И вот предложили. Был такой шанс. Ну, и не отказался. Кроме того, награды также получили Сергей Курсиитис, Вера Гринберте, Валерия Ленкевича, Станислав Монскис, Владислав Соколов, Татьяна Васильева, Андрей Комар, Павел Вилцин, Николай Чемоданов, Наурис Мацкевич. Среди масс-медиа в этом году лучшими стали два журналиста, освещающие спорт. Сергей Кузнецов и Ваша покорная слуга, корреспондент телевидения «Доудком» Елена Костыгова.